Всем огромный привет! И я, как всегда, очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня снимаю видео о своих находках с сайта Алиэкспресс. Снимаю, как вы видите, на новом месте. У меня теперь другая комната. И, к сожалению, я пока не успела здесь навести никакой марафет, кроме того, что просто поставила елку, даже не украсила. Но обещаю, в следующих видео все уже будет. Я, кстати, ее специально не украшаю, потому что следующее видео будет уже влог. Вот. И сегодня хочу вам показать свои самые классные находки. К сожалению, 27 ноября я не смогла выложить видео по той причине, что мы очень сильно заболели. Вот. Но я все выкладывала в свой Телеграм-канал, где вы могли видеть, если вы подписаны. Там, по-моему, 2,5 тысячи у меня уже подписчиков. И пользуются ссылками, если они нужны, 24 на 7. Потому что, как вы знаете, в Инстаграм это невозможно. Вот. Так что, пожалуйста, проходите. Я оставлю все в описании под видео, всю информацию. И сегодня вам тоже покажу наиболее интересные товары. Может быть, что-то будет повторяться вот как раз с моего канала Телеграм. Но я думаю, что большинство их, конечно же, не видели. Так что, если вам интересно, то давайте приступим. Ну и сначала хочу вам показать парочку интересных мужских штук, которые я заказывала специально для Жени. Он ничего сам себе не выбирает. Это я нахожу или мне попадается на глаза. Я ему предлагаю, если нужно. Вот я заказываю. Первое, что я хочу вам показать, и что просто идеально подойдет на подарок, ну, может быть, к Новому году уже не успеет, конечно, дойти, но каким-нибудь другим праздником, например, 23 февраля. Это вот такой вот органайзер для ключей. Посмотрите, как он выглядит. Во-первых, коробка такая, что действительно, смотрите, не стыдно ее и в подарок положить. Вот так. Это натуральная кожа. И, конечно же, цвет я предложила ему вот такой вот, потому что сейчас он мне очень нравится. Оказалось, что ему тоже, поэтому мы взяли именно такого цвета. Ее можно было выбрать в комплекте с перочинным ножиком. То есть здесь внутри лежал ножик, и у него тоже было очень много разных, как сказать, ну, не насадок, ну, там отвертка, потом еще открывашка, что-то в этом роде. И тогда он бы стоил в районе 13 евро, но я выбрала просто вот такой, потому что уже не этих ножиков навалом. Я взяла именно чисто для ключей от дома. Вот, сделано просто настолько качественно, что у меня нет слов. Не к чему придраться. Я обязательно вам поближе ее тоже покажу. Цвета были разные. Если вам зеленый такой не нравится, можно было выбрать и черный с золотой надписью, и коричневый, что тоже очень красиво. Но вот мы выбрали такой. Я себе тоже обязательно закажу для ключей от дома и от домофона. Очень мне понравился. Могу порекомендовать, и ссылку оставлю в описании. И следующая вещь, которую вы тоже можете смело подарить своему мужчине, потому что она уже приходит даже в подарочной упаковке. Вот так это все дело выглядит. Это набор для бороды. И здесь в комплекте еще лежит такой, знаете, передника, который крепится к зеркалу для стрижки бороды, чтобы волосы в разные стороны не летели. Но Женя сказала, ему такой не нужен, поэтому он так и остался в коробке. Внутри была вот такая вот косметичка с содержимым. Это какой-то китайский бренд. Что очень хотел сам Женя, это вот такую вот щеточку для бороды. Посмотрите, очень классная. Она мягкая, и очень приятно ей как раз делать укладку. Дальше была вот такая, был вот такой вот деревянный гребень. Я считаю, вообще очень классный набор. Стоил 20 евро. Можно было выбрать подороже, но тогда и наполнение было бы побольше. Но я просто взяла самое необходимое. Также, что это крем для бороды. Очень приятно все пахнет. Не такой вот мужицкий запах, который я терпеть не могу. Знаете, вот чисто бывают у парфюмов какие-то. А именно очень нежный. Также масло для бороды. И никаких аллергий ничего не вызвало. Но это не подпольная какая-то фирма. Это действительно их китайский бренд. И дальше здесь была вот такая металлическая расческа, которая тоже ему очень понравилась. Я считаю, что отличный набор на праздник. Опять же, скоро будет и 23 февраля, и Новый год, и что там еще. Ну, много, в общем, разных праздников, на которые вы можете подарить. Мне сейчас посылки все очень быстро идут. В течение двух недель доходят. Единственное, что я заказала себе на Новый год елку у продавца. Склад, который находится во Франции. Я уже рассказывала даже в сторис. Но, к сожалению, ну, я бы не сказала, что он меня обманул. Потому что я видела, что елки некоторым приходят. Ну, не советую просто заказывать у него. Может быть, вы на него и не попадете. И если елка дойдет, я либо отправлю ее обратно, либо верну им деньги. Ну, как бы в конце ноября, ой, в конце декабря она мне уже просто не нужна. И ссылку на этот набор вы тоже сможете найти в описании под видео. Следующее, что я вам хочу показать, это две пары обуви, которые дошли ко мне достаточно быстро. Как утверждает продавец, точнее так у него написано, что обувь кожаная. И по виду это, в принципе, так и выглядит. Если честно, не умею особо определять, кожа это натуральная или нет. Но пахнут они кожей. И, как я уже сказала, на вид тоже. Бренд называется вот так вот. Я так и не поняла, как его читать. Софетина, наверное, читается. И здесь почему-то написано русская мода. Ботинки очень красивые. Я уже говорила, что такую обувь я безумно люблю, потому что с ребенком удобно гулять. И ноге в ней комфортно, особенно на нынешнюю погоду сейчас, когда у нас постоянно дожди идут. И я считаю, что просто отличный вариант. Я взяла себе 38 размер, но он идет как 37, так что имейте это в виду. Кстати, мне об этом написал сам продавец, потому что я спросила, идут они в размер, в размер. Он мне ответил, что вот эти ботинки идут немножко меньше, чем указано в размерной сетке. Когда они ко мне дошли, мне показались они довольно такими массивными. Я думала, что они большие, но нет. Они прям идут мне впритык. Ну, то есть нога чувствует себя в них комфортно. И по качеству пока никаких нареканий нет у меня. Сделаны они очень аккуратно. Клей нигде у них не торчит. Здесь молния с двух сторон. Можно носить вообще с чем угодно. Поэтому, в принципе, могу тоже порекомендовать к покупке. И следующие ботинки уже идут зимние. Вот такие серого цвета. Материал это, наверное, замша. Как раз вот они идут 37 размера. И заказывала я их специально для того, чтобы носить серым пальто. Все то же самое могу сказать, как и про предыдущую пару. Очень удобные. Забыла сказать, что вся обувь приходит вот в таких отдельных пыльниках. Каждый ботинок. Вот. И также разные положили мне там небольшие подарки. Типа маленьких следочков. Потом также была книжка, где написано про уход за обувью. В общем, все такое. Ну, довольно серьезный такой подход у них к продаже. Очень приятно было получить именно в таком виде. И так что, если вы такую обувь любите, вот такую грубую, массивную, по-моему, у них магазин, когда я смотрела, мне только вот такая попадалась. Может быть, у них что-то и полегче есть, туфли какие-то. Но я в основном рассматривала именно такие варианты, то ссылку тоже найдете в описании. И следующая вещь, которую я хочу вам показать, это вот такой телефон, который называется Infinix 08. Когда мне прислали на него ссылку, и я посмотрела, что меня больше всех заинтересовало. Так это вот эта камера, потому что такую я вижу вообще в первый раз. И, конечно же, я его взяла, потому что реально было интересно посмотреть, какие получаются на него фотографии. Потому что фотографировать я люблю и для блога. И потом я выставляла, даже подписывала там, что именно на этот телефон сделана та или иная фотография. Если честно, я вообще не ожидала, потому что телефон достаточно бюджетный. Я укажу его стоимость где-то здесь, потому что на момент съемки она может меняться. Может быть, будут еще какие-то скидки. И расскажу вам чисто со своей такой точкой зрения. Ну, такой недолгий рассказ. У него 128 гигабайт памяти и 8 гигабайт оперативной памяти. Поэтому он летает просто как компьютер. Мы даже устанавливали на него игры. Он отлично работает. Также я поближе вам сфотографирую его характеристики для того, чтобы вы могли получше с ним ознакомиться. Я оставлю ссылку, там вы тоже можете найти информацию. Телефон сам по себе выглядит очень красиво. Он сейчас находится в чехле, потому что, в принципе, я привыкла всегда телефон носить именно в чехле. Производительность у него просто бешеная. Есть два цвета, ну, по крайней мере, на выбор у меня было. Это вот такой серебристый голографик и еще черный. Ну, вот я взяла себе голографик. Он у меня сейчас лежит как запасной телефон и как телефон, на который я часто делаю фотографии. Тоже вам покажу, как это дело все выглядит. Можно сделать, чтобы он, ну, как я думаю, в каждом телефоне вы, наверное, видели под печатком пальцев. Также Face ID, что тоже очень удобно. У меня как раз установлен Face ID, но так как я сейчас говорю, он меня не особо узнает. Также у него есть возможность съемки в 4К, что тоже не каждый телефон предлагает. Я немножко сравнивала со своим телефоном насчет съемки в каких-то не очень хороших условиях. Например, при полной темноте, когда горит только гирлянда. И могу сказать, что в некоторых моментах этот телефон выигрывает. Поэтому, если вы ищете хороший бюджетный телефон, который действительно не тормозит и отлично работает, и вам нужна хорошая камера для того, чтобы вести, например, блог Instagram, либо еще какой-нибудь, то тоже могу посоветовать к нему присмотреться. Вот, и он приходит вот в такой красивой коробке. Сзади здесь есть все описание его характеристик. Как я уже сказала, вам сфотографирую. В комплекте также были и наушники. Вот они здесь лежат. И звук у него тоже довольно неплохой. Но я в этом плане не эксперт, но уже не слушала, сказал, что звук достойный. Вот, и даже потом хотел с ним походить. Но я пока не отдала, потому что хотела показать вам его. Так что могу порекомендовать его к покупке. Так что, если вдруг вы либо ограничены в бюджете, либо просто не хотите тратить много денег на телефон, то к этому я вот просто могу порекомендовать присмотреться. Потому что в плане, например, какой-то фотосъемки и то, как быстро работает телефон, я, в принципе, капризный пользователь, я думаю, как и каждый из вас. Но вот этот телефон меня действительно впечатлил. Традиционно напоминаю вам о том, что покупая в интернете, можно и нужно экономить. Потому что сейчас, как вы видите, цены растут быстрее, чем зарплаты. И поэтому я предлагаю вам воспользоваться кэшбэк-сервисом от Letyshops. Тем более, они работают уже с тремя тысячами магазинами. Поэтому вы не найдете практически ни одного товара, с которого вы бы не могли вернуть кэшбэк. В наличии очень много магазинов, таких как AliExpress, M-Video, Яндекс.Маркет. Поэтому обязательно пользуйтесь. Потому что, ну, пускай вернется какая-то небольшая часть, но все равно это очень приятно. И они очень часто делают кэшбэк в тройном размере. И поэтому в этом нет ничего сложного. Абсолютно вас никто ни к чему не принуждает. Но действительно, сервис лично для меня оказался очень полезным. И также их расширение, которое постоянно напоминает о том, если я захожу в магазин и забываю активировать кэшбэк. И также, что мне очень понравилось, это то, что он показывает похожие товары, либо такие же сразу с ценой. То есть, у меня была возможность сравнить, где дешевле, где дороже. Я даже на примере одной марки крема я выбирала, там смотрела. И где-то в магазине этот крем стоил полторы тысячи рублей, а в другом магазине тысячу двести. Я считаю, что это очень удобно, потому что неплохая экономия в 300 рублей. Так что, думаю, вам такая программа тоже будет полезной. Поэтому ссылку на расширение и на регистрацию я оставлю в описании. Далее, что я хочу вам показать, это вот такая вот, ну типа дубленка, которую я тоже заказала на Алиэкспресс. На самом деле, прочитала про нее огромное количество хороших отзывов, поэтому и заказала. И у меня была уже такая только серебристого цвета. В общем, Женя показал фотографии и говорит, что ну так она тебе шла, почему ты ее там куда-то делала, либо отдала. Я действительно подумала, почему, и решила заказать себе вот эту. На самом деле, я видела в отзывах, что здесь стоит у нее бирка Zara. Но я не думала никак, что она придет именно с этикеткой, на которой была написана цена там в районе 60 евро. И также был QR-код, который отлично сработал и перекинул меня на официальный сайт Zara. Не знаю, что это такое. Я читала сравнение у девочек. Некоторые писали, что они ходили в Zara и мерили эту куртку один в один. Просто только там она стоила 5 или 6 тысяч. А некоторые говорили, что у Zara немножко мех вот поплотней. Я ее сейчас вовсю таскаю, потому что это просто моя новая любовь. И тоже я выкладывала ее к 27 числу, чтобы вы могли заказать ее со скидкой. Не знаю, как сейчас будут скидки или нет, но сделана она просто отлично. Все швы идеально ровно прошиты. Поэтому я считаю, что это одна из самых тоже таких удачных моих покупок на Алиэкспресс. Сейчас вставлю обязательно примерку на фотографиях, может быть, видео вставлю. Ну, в принципе, на фотографии. И так все понятно, как она выглядит. И также поближе ее сфотку, где вы можете видеть, насколько все ровно прошито. Каждая строчка просто вообще идеальна. Поэтому могу вам ее рекомендовать. Я, может быть, либо на следующий год, либо, может, еще в этом году закажу ее в черном цвете. Потому что черный мне тоже очень понравился, как смотрится на девочках. Просто у меня вот такого цвета обувь, прям один в один. Поэтому, в принципе, я заказала ее вот к этой паре обуви. Ссылку оставлю в описании. Так что, если вам интересно, проходите. И следующая вещь, которую я хочу вам показать, это был теплый костюм. Я бы сказала, даже зимний, потому что реально в нем очень-очень тепло. И который произвел на многих впечатление, когда я выкладывала его в Инстаграм. Я даже оставляла на него тоже ссылку перед Черной Пятницей. И выглядит это дело все вот так вот. Ну, сразу вставлю фотографии куда-то сюда, чтобы вы посмотрели. У меня даже, по-моему, где-то кусочек видео был, где я что-то рассказывала. И этот костюм там на мне. Честно, девочки, наверное, лучшего качества я даже не встречала в магазинах, в которых я покупала подобные вещи. Это качество не на 100 баллов, а на 200 или на 300. И я с удовольствием заказала себе еще сейчас в другом варианте, другого цвета, черный. Потому что люблю черные вещи. И в гардеробе тоже очень много черных вещей. Я, когда заказывала его, я не думала, что он настолько плотный, как будто даже непродуваемый. И когда я вышла в нем на улицу, было, наверное, минус 2 градуса. У меня снизу ничего, кроме трусов, не было, конечно, надето. Но я даже не почувствовала никакого холода, потому что реально он настолько плотный. И да, мне тут задавали такой главный вопрос, который тоже меня очень часто интересует. В таких вещах отвисают ли у него коленки. За все время, пока я ношу, ни одна коленка у меня не отвисла. Костюм настолько тяжелый. Вы знаете, ткань, когда я, допустим, его надеваю, я прям чувствую его тяжесть. Поэтому у меня коленки никуда не отвисли. И, конечно, есть такие вещи. Вот у меня есть спортивные штаны Adidas. Я два раза их, если надела, то все. Коленки уже висят, и нужно быстренько в стирку. Но у этого костюма нет. Я достаточно часто его ношу. И что касается размера, там идет One Size. И на мои нынешние параметры я где-то сейчас, наверное, на 3 килограмма похудела. 51900. Вот я вчера взвешивалась. Он мне даже, знаете, такой свободный как бы. Но это ничуть не мешает и не портит его. И даже если вы, например, хоть там, не знаю, 65 килограмм ввесите, он будет на вас смотреться очень красиво. Потому что девушки, которые писали там обзоры у продавца, они все абсолютно разные комплектации, комплекции, комплектации, комплекции. И на всех он смотрится очень хорошо. Так что ссылку тоже оставлю в описании. И следующее, что я вам хочу порекомендовать, это вот такой вот набор кистей. Я уже один подобный свой показывала, только с темными ручками короткими. И решила заказать быстренько второй, пока еще не ввели у нас налог. Буквально там с одного цента. И сейчас вот делаю заказы тех вещей, которые давно лежат у меня в избранном. Здесь не все кисти, которые представлены в наборе, просто они выпадают у меня из рук. Но я обязательно вставлю вам фотографии, где вы сможете ознакомиться со всеми, которые есть в наборе. Абсолютно любой макияж вы с ними сможете создать. Честно говоря, лучшего качества я не встречала даже у известных брендов. Поэтому очень рада, что когда-то на них наткнулась. И я вот 11 ноября их заказывала. Тогда они были дешевле на 2 евро. И на черную пятницу тоже были дешевле. Но на самом деле этот набор стоит там вместе с доставкой 18 евро. Я считаю, что это и так очень бюджетно. Поэтому можно даже не ждать скидки. Отличная вещь. Могу порекомендовать. Они пришли абсолютно никакого запаха нет. Все настолько прочно и хорошо сделано, что я прям очень довольна этой покупкой. И также хочу вам показать еще два вот таких замечательных коврика турецких. Один я уже заказывала и показывала. Точнее даже два я уже заказывала и показывала вам в предыдущих видео. Могу сказать, они пережили уже несколько стирок. Все отлично. Цвет никуда не делся. И могу вам тоже их порекомендовать. Они, знаете, в таком бохо стиле сделаны. И практически к любому интерьеру подходят. Очень многие кладут их перед кроватью. У меня, например, перед зеркалом один коврик. Второй лежит вот перед цветком с небольшим комодиком. И, конечно же, они, несомненно, придают огромного уюта вашим комнатам. Я просто в восторге от них. Поэтому тоже могу смело вам рекомендовать к покупке. Так что вот на сегодня это все, что я вам хотела показать. Если у вас есть вопросы, можете мне писать в инстаграм напрямую в директ. Там я гораздо чаще появляюсь и могу ответить на все, что вас интересует. И также на ютубе я не все комментарии чаще всего вижу. Потому что очень многие почему-то отправляются в спам. Сейчас там на ютубе опять какие-то изменения. Поэтому многие вещи просто от меня не зависят. Но вы можете и вконтакте мне писать. В общем, во все соцсети, которые указаны у меня снизу в описании. И увидимся в следующем видео. Пока!